Добрый день, возлюбленные Христе, братья и сёстры, дорогие мои люберчане! Я в очередной раз поздравляю вас с наступившими днями Святой Четыридесятницы и Великого Поста. Я думаю, для каждого христианина это особое время, время благоговения, время покаяния, и время, наверное, особо раздумий о нуждах нашей души. За повседневными заботами и делами, за нашими определенными задачами мы порой, наверное, все-таки чувствуем, что душа просит, а порой и требует особого внимания, особого вдохновения и особого такой внутреннего настроя, который, по сути, необходим, наверное, для каждого христианина. Мы, по сути, даже уже приближаемся к середине Великого Поста, и в связи с этим мне бы хотелось остановиться на двух событиях. И одно из них говорит о том, что в дни Великого Поста мы, безусловно, должны стараться делать добрые и хорошие дела. Потому что так получилось, что в один из воскресных дней, когда Спаситель говорил проповедь в Капернауме, в одном доме, то собралось очень много народу. И вот тогда одни благочестивые люди взяли расслабленного, то есть очень тяжело болящего человека, и решили принести его в тот дом для того, чтобы Спаситель хотя бы как-то облегчил страдания этого несчастного. И так получилось, что дома по восточному обычаю, они складывались по несколько другому типу, чем у нас. И крыша дома, она была разборной. И когда носильщики принесли вот этого почти умирающего человека к этому дому, где находился Спаситель, то они поняли, что за многолюдством они никак не могут попасть внутрь этого дома. И тогда, подумав, что нет никаких других вариантов, они принимают, может быть, очень неординарное решение разобрать кровлю вот этого дома и спустить на носилках вот этого несчастного больного. И что вы думаете? На самом деле из мысли получается дело. И имея горячее желание помочь своему знакомому, а может даже родному, в Евангелии об этом точно не сказано, они раскрывают кровлю дома и на носилках спускают в ту комнату, где произносит речь Спаситель. И когда они спустили, то Спаситель, естественно, в один момент понял все, увидел этого несчастного и увидел тех людей, которые так старательно решили помочь этому человеку. И, обращаясь к лежащему, сказал, Чада, ты страждешь? Старайся так, больше не греши. В этих словах могут некоторые увидеть даже какую-то жестокость. Но как так? Почему Спаситель так обращается к человеку, который в течение, может, уже несколько десятков лет лежит в расслаблении? Почему на самом деле тут об этом даже не потребно и вспоминать? Но Спаситель говорит об этом с определенным смыслом. И говорит, встань, возьми постель твою, но больше не греши. Но факт в том, что Спаситель сказал это с глубокой верой и с дерзновением. После чего, как будто не было этих лет страдания, как будто не было этого ожидания, вот этот человек встает, берет свою постель и идет к себе домой. Вот что может сделать вера. Вот к чему нас призывает Священное Писание. И этот человек никем не поддерживаемый идет. И сегодня мы, наверное, должны тоже ответить для себя на очень важный вопрос. К сожалению, в нынешней современной жизни мы не всегда, в общем-то, так сказать, можем похвастаться своим здоровьем, не всегда мы можем сказать, что у нас все отлично, не всегда можем сказать, что нет никаких проблем. А на самом деле большая часть людей, к сожалению, страдает. И вот, наверное, Спаситель в эти дни поста хочет особо нам сказать, чтобы мы постарались не ослаблять пост по возможности, но соблюдать его, потому что очень часто причина многих наших физических болезней кроется очень-очень глубоко. И как любой опытный врач, он всегда ищет причину, не следствие, но причину, откуда это произошло, где корень этого зла. И когда он находит этот корень, то он начинает находить именно те препараты, которые конкретно касаются данной проблемы. И лишь тогда это и умеет успех, когда он попал в точку, когда он попал в корень. И как в данном случае Спаситель сказал, «Иди, но больше не греши, но ток мы веруем». Вот, по сути, эти слова не только обращены к этому расслабленному, это слова обращены сегодня к каждому из нас. Потому что очень часто мы расслаблены не только телом, но и, к сожалению, душою. И, с одной стороны, мы рады творить какие-то хорошие, добрые дела. С одной стороны, мы как бы готовы делать то или иное важное и нужное дело. Но, к сожалению, враг рода человеческого дьявола, который не терпит нашего спасения, он, наоборот, нам внушает, что мы не обязательно это должны делать, и причина далеко не в этом и так далее. Я думаю, по сути, каждый из нас с вами имел маленький или большой такой опыт, когда, казалось бы, всё шло к тому, что мы сделали что-то хорошее. Может быть, даже не в каком-то объёмном масштабе, а то, что для нас посильно. Но у нас возникали какие-то мысли, а стоит ли это делать, а нужно ли это. И в результате дело так и оставалось не сделано. И вот поэтому мы должны немножечко больше задуматься о смысле жизни и о смысле тех или иных событий, которые встречаются на нашем жизненном пути. Как бы в самой середине Великого Поста, чтобы подкрепить тех людей, которые несут Великий Пост, которые его соблюдают, Святая Церковь особенно торжественно, на всеночном денье, в канун Крестопоклонной Седмицы, на середину выносят древо чеснага и животворящего креста. И хотя ещё до Страстной Седмицы осталось достаточное количество времени, и когда ещё будут продолжаться дни Святой Чадридесятницы, всё равно Христос внутренне подкрепляет каждого из нас. Говори, возьми свой крест, каждый, который тебе уготовят. Так уж получается, в нашей так называемой жизни каждый из нас несёт свой крест, который для него возможен. И очень часто, ну, по нашей человеческому естеству, а можно даже сказать и по нашей человеческой немощи, мы считаем, что мы не заслужили гораздо большего. Мы заслужили гораздо большего уважения, положения и так далее. И не всегда то, что мы имеем сейчас, с нашей личной точки зрения, соответствует как бы той действительности, которую мы должны бы получить. И вот я приведу, может быть, один пример, который я уже когда-то и приводил, но думаю, что он никогда не повредит. Что один человек был простым грузчиком. И так получилось, что когда он находился на берегу моря, то видел, что как купцы грузят разные грузы. И бегают приказчики, как вот спорится у них дело, как всё это получается. И как бы тогда у него возник вопрос, ну где же справедливость? Ну почему вот эти люди, прекрасно одетые, так шикарно украшенные, на самом деле делают всё, что хотят? А я простой бедный человек, вот у меня семья, я занимаю самое низшее положение в этом обществе. Ну как же быть? Ну где же какая-то маленькая справедливость? Господи, ты мне укажи её. И в это время он забывается и видит как бы такое видение, что он находится на самой как бы склоне, то есть вот перед входом на огромную-огромную гору. И перед этим входом лежит большое количество различных крестов. От самых простых до золотых, украшенными драгоценными каменями и так далее. И в самом начале этой горы стоит старица, говорит, вот ты говорил о несправедливости. Пожалуйста, бери любой крест, который для тебя сегодня более привлекает. Может быть, он тебя чем-то сегодня сподвигнет и так далее. И, конечно же, наш сегодняшний герой что делает? Он выбирает один из самых дорогих крестов и пытается внести его на самую вершину горы. Но не пройдя и одно, и третье, весь истекаемый потом, он вдруг понимает, что он никак не может донести этот крест до вершины горы. И даже до половины он не донесёт. И тогда он говорит, ну я не могу. А старец говорит, ну я же тебе говорил, ты бери то, что ты можешь, что тебе посильно. Ведь тебя никто не вынуждает нести, что не посильно. Тогда наш путник спускается, находит другой крест, немножечко попроще, золотой, без украшения, а просто так. И говорит, ну вот я, наверное, возьму вот этот. Бери, говорит старец, тебе есть выбор. И вот тогда он берёт этот крест, идёт, но, к сожалению, тоже, пройдя немножечко больше, чем одна треть, понимает, что и этот крест он никак не может нести. Так он перепробовал несколько раз. И в отчаянии он говорит, отче, а что же мне делать? Как мне поступить более правильно? У тебя же есть выбор, повторяет старец. И вот тогда на самом деле он что делает? Он берёт не что-нибудь, он берёт самый простой крест. И взвалив его на себя, хоть, может быть, и не без труда, ну и дошёл до одной третьей пути, до половины пути, и, наконец, достиг до самой вершины. Вот это, обращаясь к нему, старец говорит, и есть тот крест, который ты можешь сегодня донести. Ты не подумай, что если тебе кажется, что крест дорогой, украшенный особыми каменями и так далее, что он на самом деле принесёт тебе много радости. Наряду с радостью бывают и трудности, и сложности, и так далее. И поэтому, сидя на берегу, ты не завидуй этим корабельщикам или купцам. Каждому дано своё. И ты старайся нести тот крест, который Господь тебе дал. И не ропщи, потому что при имении чего-то большего, как бы ни случилось с тобой худшего. По сути, вот эта притча, она обращена, наверное, каждому из нас. Потому что по-человечески, ну, бывает, мы и завидуем кому-то, и считаем то или иное дело несправедливым и так далее. Но мы не знаем, какие тяготы порой несёт на себе тот человек, который несёт тот или иной крест более высокий. Потому что в нём есть и испытания, и скорби, и сложности. И, к сожалению, не каждому дано это перенести. Я ещё и ещё раз, дорогие мои, поздравляю вас с текущими днями Великого Поста и днями Святой Четыридесятницы. И искренне желаю, чтобы каждый из нас нёс свой крест достойно и без ропота. И пусть те испытания, которые встречаются на жизни каждого из нас, будут удобоносимыми. И на самом деле, если мы это несем с любовью, терпением, великодушием, то и жизнь наша будет действительно более духовно богатой, насыщенной и, самое главное, интересной для каждого из нас. И пусть Господь силой чеснока и животворящего креста хранит и укрепляет нас на нашем жизненном пути. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok